Конструкторы в Haskell являются барьерами для вычислений, обеспечивая ленивый механизм исполнения. Все, что находится внутри конструктора при сопоставлении с образцом, если, конечно, мы более глубокое сопоставление с образцом не делаем, а просто пишем внутри конструктора в качестве параметра в переменные, все значения этих переменных не вычисляются, не форсируются в процессе сопоставления. Они могут быть форсированы дальше, когда мы переходим в правую часть определения функции. Однако иногда такой подход не является идеальным. Как мы знаем, такой механизм может приводить к тому, что у нас накапливаются цепочки отложенных вычислений. Если тип данных таков, что не предполагает никакого содержательного разумного эффекта от того, что у нас вычисления отложены, то, очевидно, лучше иметь какую-то возможность форсировать для данного типа данных подобного рода вычисления. Для этого служат так называемые флаги строгости, которые можно использовать при определении типа данных. Давайте посмотрим, как это реализовано на примере. Перед нами пример наших координат, координат на плоскости. Тип данных коорд лези — это наш стандартный тип данных коорд, который принимает один параметр на уровне типа и два значения этого параметра, задающих две координаты на плоскости внутри конструктора данных. Если мы хотим, чтобы эти значения вычислялись в момент создания объекта этого типа, мы должны указать так называемый флаг строгости. Флаг строгости — это просто восклицательный знак перед именем соответствующего параметра. Если этот специальный знак присутствует, то при создании объекта типа коорд-стрикт, строгий, произойдут вычисления. Давайте посмотрим, какая разница между одним и другим типом коорд на примере некоторой простой функции. Эта функция является функцией аксессора к первой координате. Туда передается объект типа координат, в первом случае коорд-лези, во втором случае коорд-стрикт. И тела этих функций реализованы совершенно идентично. GetXLazy принимает объект типа коорд-лези и возвращает значение первой координаты. GetXStrict делает то же самое для типа коорд-стрикт. Теперь, вызывая функцию getXLazy на каких-то координатах, ну, например, courtLazy3.5, мы получаем значение 3. GetXStrict работает точно так же. Да, ну, естественно, мы должны вызывать их на координатах коорд-стрикт. Да, он работает точно так же. Разница, однако, возникает, когда у нас одно из значений расходится. Если мы используем вызов функции getXLazy на коорд-лези со вторым значением, которое не используется undefined, то эта расходимость будет проигнорирована, потому что ленивая функция не форсирует вычисление своего второго параметра, если он не нужен. В противоположности этому, версия функции courtStrict, вызванная на таких параметрах, поведет себя гораздо хуже. Мы получим сообщение об ошибке, хотя обращения к этому полю не было. Но, тем не менее, поскольку у нас имеется флаг строгости в конструкторе данных, восклицательный знак, то при создании этого объекта во время исполнения у нас будет произведена попытка вычислить значение первого аргумента. Ну, здесь никаких проблем нет. И второго аргумента. Вот тут вот у нас возникают некоторые проблемы, которые как раз обеспечивают нам меньшую определенность функции getXStrict getXStrict по сравнению с функцией getXLazy. Тем не менее, строгие конструкторы данных приводят к повышению эффективности, в том числе и на уровне оптимизатора. Поэтому, в случае, когда такое поведение с расходимостями не предусматривается, когда никаких преимуществ, ленивости нет, мы вполне можем использовать строгие конструкторы данных. В стандартной библиотеке определены некоторые типы данных, которые используют флаг строгости. Это тип данных комплексных чисел и тип данных рациональных дробей, про которые мы уже с вами говорили. Для того, чтобы создать комплексное число, мы используем конструкцию, которая называется инфиксный конструктор данных. То есть комплексное число с вещественной частью 2 и мнимой частью 5 выглядит следующим образом. Это настоящее комплексное число. Существуют функции для работы с комплексными числами, такие как, например, возвращение вещественной части, мнимой части перевода из алгебраического представления в представление в терминах модуля и аргумента и так далее. То же самое касается рациональных дробей. Оба этих типы данных на самом деле определены с использованием флага строгости. Определение типа данных комплекс выглядит следующим образом. Тип данных комплекс А содержит вещественную и мнимую часть. Дальше здесь присутствуют флаги строгости. И дальше у нас используется конструктор данных, который является инфиксным. Та же самая история касается типа данных рациональных чисел. Про флаг строгости мы уже с вами разобрались. Теперь давайте поговорим о том, что же такое инфиксный конструктор данных. Наш обычный конструктор данных, core strict, скажем, или core lazy, как в предыдущих значениях, он может быть... Значения этого самого типа могут вызываться в инфиксном виде. Ну, действительно, мы с вами говорили, что конструкторы данных ничем не отличаются от функций. Поэтому, скажем, для того, чтобы сконструировать точку с координатами 2 и 5, мы можем вызвать конструктор core strict в инфиксном виде. Ну, правда, возвращаемое значение у нас возвращается в префиксном виде, но, тем не менее, это совершенно законный способ конструировать соответствующее значение. Возникает вопрос, а нельзя ли тогда задавать типы данных, конструкторы типы данных, в виде операторов? Ответ — да, можно задавать в виде операторов, что, собственно, и сделано для типа данных complex и ratio. Однако, у нас есть некоторая специфика типов данных. Они отличаются синтаксически от функций, они должны начинаться с большой буквы. Это сделано для того, чтобы компилятор мог отличать одно от другого. Соответственно, инфиксные конструкторы данных должны как-то отличаться от инфиксных операторов. В Haskell есть следующая договоренность. Любой инфиксный конструктор данных должен начинаться с двоеточия. Это некоторый эквивалент большой буквы, показывающий нам, что это действительно конструктор. Если мы используем оператор в качестве конструктора, он должен просто начинаться с двоеточия. Тип данных complex, ratio, удовлетворяет этому условию, они начинаются с двоеточия. Еще один инфиксный конструктор, который нам хорошо знаком, это конструктор списка. У списка два конструктора, один, две квадратные скобочки, а второй конструктор, это просто двоеточие, которое естественным образом начинается с двоеточия, позволяя нам инфиксно конструировать списки.